Транспортный налог, порядок выдачи аттестатов, семейная ипотека. В законодательстве появились новые изменения. Подробнее об этом в рубрике «Правовые новости». Сообщить в налоговый орган о неучтенном автомобиле теперь необходимо даже в случае его продажи. Физические лица обязаны сообщать в налоговый о наличии у них неучтенных транспортных средств. Это необходимо сделать, если гражданин не получал налоговые уведомления и не уплачивал налоги в отношении своего транспортного средства за период владения им. Разъяснено, что сообщать об автомобиле гражданин обязан даже в том случае, если указанный автомобиль был куплен и продан в течение одного года. Изменения в этом году коснутся и выпускников. Установлен порядок выдачи аттестатов за 11 класс. Тем выпускникам, кто не планирует поступать в ВУЗ, для получения аттестата нужно сдать экзамен по русскому языку и математике не ниже 3 баллов. Выпускникам, поступающим в ВУЗ, для получения аттестата необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку не ниже минимального балла. Также для получения аттестата с отличием необходимо иметь итоговые оценки «Отлично» по всем предметам и успешно пройти государственную итоговую аттестацию. Правительство расширило условия программы «Семейная ипотека». Теперь кредиты по льготной ставке до 6% годовых семьи смогут получить не только на покупку готового жилья, но и на строительство частного дома и приобретение земельного участка. Получить льготную ипотеку смогут семьи, в которых с 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. Кредиты по программе также доступны семьям с одним ребенком, если у него есть инвалидность. Обязательное условие – строить дом должны компании или индивидуальные предприниматели по договору подряда. Первоначальный взнос составит 15% стоимости участка и цены на строительство дома по договору. Или только цены на строительство дома, если у заемщика уже есть земельный участок. Инесса Потапова, Николай Скворцов, Республика.